Слушай, пацан, ты попал! Я привёл эксперта по Бравл Старсу! У неё целых 20 тысяч кубков, и все бойцы открыты! Короче говоря, Бравл Старс! Это был понедельник, 15 марта. Я, как обычно, бежал из школы домой. Быстрее, быстрее! Надо срочно найти какую-нибудь лавочку! Ох, как я опаздываю! Да куда они все подевались? Ах, вот вроде подходящее! Ну, наконец-то! Я быстро сел на лавку. Ух, достал телефон, загрузил в Бравл Старс. Пипец, у меня ломка! Больше часа не играл! Ого, сколько квестов я ещё не прошёл! Так, кого бы выбрать? У меня сейчас 36 бойцов и уже больше 10500 кубков! Кстати, ребят, а вы ещё играете в Бравл Старс? Если да, то поставьте лайк и напишите, сколько у вас уже бойцов и кубков! Очень интересно! Я выбрал Гейла, загрузил в захват кристаллов. Только вчера его открыл. Он просто супер крутой! С ним я любую карту прохожу с закрытыми глазами. Неожиданно, прямо возле меня я услышал голос. Чё? Это Гейл-то крутой! Не смеши мои колени! Я обернулся. Сзади меня стоял Гопник и смотрел, как я играю. Ну, вообще-то да! Гейл реально мощный! А кто, по-вашему, круче его? Ты чё, пацан? Да полно кто! Гопник стал долго перечислять персонажа из Бравла. Было видно, что он вообще не понимает, о чём говорит. Да как вообще можно Эль Прима с Гейлом сравнивать? Эль Прима это танк, а Гейл с расстояния дамажит. Ой, да много ты понимаешь, шкет! Эль Прима подлететь может и развратить тебе всю будку! Я почувствовал, что разговор накаляется. Нужно было срочно уходить. Ну да, Эль Прима же летать умеет. Я совсем и забыл. Всего хорошего, Сява, я пойду. Пока Гопник не успел опомниться и отобрать у меня деньги, я быстро стал уходить. А Гейл всё равно всех круче, и я это докажу. Но но и мраки глупые. Думая об этом, недалеко от себя я увидел девушку, которая была поразительно похожа на мою сестру. Не понял. Это что, Ирина? Чего она тут делает? Интересненько. Я достал телефон, набрал сестру. Чего тебе? Ирин, я тут в магазин зашёл. Тебе ничего не купить? Ой, что ты такой щедрый? Ничего не надо. Я просто уже дома скоро буду. Есть хочу сильно. Ну приготовь себе что-нибудь. Я ещё на работе. Всё, не отвлекай. Ирина сбросила телефон и ускорила шаг. Я шёл за ней, стараясь себя не выдать. Очень странная работа у тебя получается, сестра. Мне кажется, я многое о тебе не знаю. Но сейчас всё выясню. Я шёл за Ириной ещё минуту. Две минуты. Три минуты. Мне кажется, или она идёт на нашу старую квартиру. Да нет, точно туда идёт. Сестра дошла до подъезда, открыла дверь и скрылась в доме. Я задумался. Сразу пойти за ней или подождать? А может ещё раз позвонить? Думая об этом, я заметил идущего ко мне гопника. Был он не один. Блин, этого мне ещё не хватало. Слушай, пацан, ты попал. Я привёл эксперта по Бравл Старсу. У неё целых 20 тысяч кубков. И все бойцы открыты. Ого, реально все бойцы. Прям все-все. А то, я богиня Бравла. Рубила с него ещё, когда ты пешком под стол ходил. Но ведь игре всего два года. А тогда я уже не был мелким. Не спой с экспертом. Она вообще-то дело говорит. Короче, Гейл это миддл-боец. Круче него почти все. Он вообще нубераль рак. Даже Шелли лучше его. И тут я разошёлся не на шутку. Такого бреда я не мог терпеть. Да как вообще вы можете это связывать? Шелли вблизи работает. А Гейл на РНЖ дамажит. Гейл не может быть нугарой и раком. Он открывается вообще-то одним из последних. Слышь, пацан. А вот сейчас ты что-то много наговорил. Извини. Брат, ты чего здесь валяешься? Что случилось? Ой, да я что-то совсем не помню даже. Как здесь оказался? Вставай давай, простудишься. Так холодно на земле. Дома всё расскажешь. Сестра помогла мне подняться. Мы пошли в новую квартиру. Уже дома Ирина посмотрела на меня более внимательно. Постой, постой. А что это у тебя здесь под глазом назревает? Тебя что, били? Да не, я там просто это, шёл, подскользнулся, упал. Очнулся уже с синяком. Ты чего, глазом упал что ли? Всё, я вызываю полицию. Найдём того, на кого ты упал. Я попытался остановить сестру, но она была непреклонна. Алло, полиция, срочно приезжайте, меня брата побили. И ничего не побили. Подумаешь, тарапина. До свадьбы с Машкой большие глаза заживёт. Пока мы ждали полицейских, я успел достать телефон и поиграть в пару каток в Бравл. Ну а что, Гейла-то прокачивать нужно. А чего ты Мортиса не качаешь? Он же тоже крутой. Ничего себе, Ирин, ты шаришь. Ну да, Мортис топчик. Он мне берсерка напоминает из Ленейдж 2. Я выбрал Мортиса. Загрузил парное столкновение. Да, он реально круто двигается. От любого убежать может и любого догнать. Полиция приехала, пойду открою. Сестра встала с дивана и пошла в коридор. Ну а я решил остаться в комнате. Ну а что, я пойду за ними? Лучше пока делами позанимаюсь. Так, за кого я давно не играл? Может Байрона взять? Или Тика? Или 8 бита? Блин, полицейские уже заходят. Даже одну катку сделать не успел. Ну рассказывайте, что у вас произошло? Ну рассказывать-то особо нечего. Шел из школы, никого не трогал. Подходят гопники, начали спорить. И о чем спорили? Да представляете, товарищ капитан. Они говорят, что Гейл плохой боец. Типа его почти любой вынесет. Что? Да Гейл топчик вообще. Он на любой карте себя показать может. Ну вот и я так говорил. За это мне фингалы поставили. Здесь в разговор вмешался другой полицейский, который был в бронежилете. Ну не на любой карте Гейл топит. На любой это Эдгар или Биби. Ой, много ты понимаешь. Они на РНЖ не работают. Зато Эдгар прыгает, а у Биби шарик. Полицейские начали спорить, какой из бойцов самый крутой и универсальный. Кстати, ребят, а давайте поможем сотрудникам полиции. Напишите в комментариях, какой ваш любимый боец и почему. Сестра была в шоке. Полицейские вместо того, чтобы расследовать дело, спорили об игре. Так, все, хватит. Вы заявление вообще будете принимать или нет? А, да, конечно, давайте запишем. Мы с Ириной все подробно рассказали полицейским. Они все записали, попрощались и ушли из дома. Вот задроты, одни игры на уме. Взрослые мужики все в телефончики играют. Сестра психанула и пошла на кухню. Через 5 секунд она вернулась и начала выплескивать на меня свой негатив. Брат, почему дома гора посуды? А ну быстро иди мой. Вот почему, если ее кто-то выбесил, страдаю всегда я. Я мыл посуду 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Фух, вроде все. Пойду 11 тысяч кубков Бравли добивать. Но у сестры на меня были другие планы. Денис, а ты почему мусор перед школой не выкинул? Я же просила. Да-да, сейчас выкину, только в туалет заскочу. Ну хотя бы здесь она меня не тронет, надеюсь. Так, на чем я остановился? Пипец, столько квестов накопилось. И когда я все это разгребать буду? Начну с ограбления и розу возьму. Таким образом, сразу 4 квеста проходить буду. Вот это я умный. Но не успел я даже загрузить карту, как за дверью услышал противный голос. Брав, ты чего так столько времени делаешь в туалете? У тебя все нормально. Да все хорошо, Ирин. Просто живот болит. Ну вылезай. Я тебе таблетку дам. Не надо, сестра. Я по старинке. Пипец, и здесь меня достало. Еще посижу. Может забудет. Я поиграл в туалете в дуночное столкновение. В барное столкновение. Даже успел загрузить захватные столы, как вдруг... Так орала, что даже описывалась. Ха-ха. Я оделся, взял мусор, вышел на улицу, избавился от пакета. Дальше все было, как обычно. Я вернулся домой, поиграл, поел, поругался с сестрой, лег спать. На следующее утро, я, как обычно, недовольный, встал с кровати. Собрал все необходимое в конфель и пошел учиться. Но самое интересное, началось уже после школы. Почти на том же месте, что и вчера, я заметил сестру. Опять, походу, идет в старую квартиру. Интересно, что она там делает? Я проследил за сестрой до самого подъезда. Она и правда шла сюда. На этот раз, я не буду действовать сам и вызову полицию. Тем более, что капитан дал мне в прошлый раз свой номер. Никто даже не заметил. Алло, товарищ капитан, сможете приехать? Тут дело очень странное и непонятное. Да, выезжай, скинь адрес. Буквально через 10 минут, к дому подъехал джип. Из него выскочили два полицейских. Че ты у меня, сынок? Не знаю, сестра постоянно сюда ходит. И непонятно, что делает. И ты из-за этого вызвал полицию? Да ладно, капитан. Все равно уже приехали, давай поверим. Мы с полицейскими стали осторожно подниматься по лестнице. Подкрались в двери, прислушались. Вроде все тихо, можно заходить. Капитан аккуратно потянул за ручку. Дверь оказалась не заперта. Странно, сестра всегда все закрывает. Даже на меня ругается. Что-то я начинаю волноваться. Мы проверили одну комнату. Кухню. Сестры не было. Стоп, мне кажется. Или я слышу знакомые звуки. Я быстро пошел в свою старую комнату. Открыл дверь. На диване сидела сестра и играла в Бравл Старс. Она даже не услышала меня, прикиньте. Ах, вот ты здесь что делаешь? В Бравл всехаля рубишься. А нас за дотами называешь? Это было утро. Не помню точно, выходной день или будни. Я лежал на диване и играл в Бравл Старс. Вот что за нубы мне вечно попадаются? Я Бо, крутой лучник. Работаю на рейнже. А ты должен всегда вперед идти, танковать. Я играл в Бравл за компом. На диване. На кресле. На полу. Даже в подъезде. Не, ну а что? Вроде и погулял, и от розетки недалеко. А то вечно телефон садится. Я играл в одиночные столкновения. В парные столкновения. Захват кристаллов. Короче, во всей миссии, которые были доступны. Вы спросите, почему я не в школе? Да очень просто. Неделю назад я сильно поругался с мамой, и она уехала от меня жить на дачу. Типа, раз ты такой самостоятельный, то и живи один. Ха, не вопрос. Первый день без мамы я, как обычно, проснулся рано утром. Пошел на кухню. Заварил кофейку с молочком. Выпил. Ах, какой ароматный. Так, сколько там уже? Да чтоб тебя, пять минут до уроков. Вот всегда так. Вроде проснулся на час до школы. Только кофейку попил, и все, уже опаздываю. А я ведь даже 50 кубков набить не успел. Ну ничего, зато побегал с утра. Такими темпами скоро вообще спортивным стану. Может даже Машка большие глаза влюбится. Пипец, сходил в школу, называется. Мало того, две параши по математике получил. Так еще надо мной из-за бравла полкласса смеялась. Типа, пять тысяч кубков и 23 бойца это мало. Да пошли вы, больше вообще в школу ходить не буду. Хм, Мишка. Что ему надо-то? Только что же виделись. Но с ним поговорить можно. Он смеяться надо мной никогда не будет. Настоящий друг. Да, Миш. Дэн, слушай, а ты можешь мне свой телефон на выходные дать? А, ну я даже и не знаю. А зачем? Да у нас чемпионат школы по Бравл Сарс будет. А тебе, Нубу, там все равно ничего не светит. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Да пошел ты, друг мне тоже называется. Вы в нее больше года все играете. А я только два месяца. И то скоро всех перегоню. Размышляя об этом, я проходил мимо мусорных баков. На удивление, здесь никого не было. Может ушли куда. А может опять поругались и по разным помойкам разъехались. На всякий случай я стал обходить бак. О, дядя Игорь, здрасте. А я думал, у вас нет дома. Бомж никак не отреагировал и молча смотрел в одну точку. Дядя Игорь, что случилось? Вы чего такой грустный? С Зинкой поругались. Никто с ней не ругался. Она сама психанула и ушла. Прям так ни с того ни с сего. Вот тебе крест, сама взяла и ушла. Вообще слов ей плохого не сказал. Слово бомжа даю. Неожиданно в разговор влез Петр. Ага, Игорек. Ты три дня сидел, играл. Женщину свою вообще не замечал. Ого, а во что играли, дядя Бомж? Хотя, мне кажется, я и сам догадываюсь. Сколько уже кубков? Ха, 12 тысяч и всех бойцов открыл. А у тебя? Ой, дядь Бомж, у меня все гораздо слабее. Пять тысяч и двадцать три бойца. Чего? Пять тысяч? Ну ты лошадь, иди отсюда, лошадь. Бомжи еще долго смеялись и показывали на меня пальцами. Вот Игорек, гад, больше в жизни к нему не подойду. Хотел поинтересоваться, почему он такой грустный сидит, а в итоге одни насмешки получил. Ну ничего, скоро вы все у меня попляшете. Мамы дома нет, сяду и целыми днями буду кубки набивать. Всех бойцов открою и вообще стану самым крутым бравлером. С этими мыслями я открыл дверь. Дошел в квартиру. Есть не буду, сразу за игру сяду. Надо как можно быстрее всех догнать. И вот я уже неделю не хожу в школу. Все время трачу только на Бравл Старс. Ну и ем иногда. Кстати, пипец, уже кушать хочется. Сегодня походу и не завтракал, и не обедал. Я зашел на кухню, открыл шкаф. Из него на меня грустно посмотрела только пачка каши. Да уж, с мамой, конечно, я ел повкуснее. Я поставил кипятить воду. Насыпал овсянку в кружку. Ну, пока вода закипает, можно и делом заняться. Я достал телефон, загрузил Бравл Старс. В последнее время моим любимым бойцом стал Рико. Совсем недавно его открыл. У него большая дальность стрельбы, огромный урон и полно патронов. Дым! Я почти любого бойца вынесу. Главное, близко их не подпускать. Не успел я закончить первое столкновение, как в домофон позвонили. Кто там приперся? Поиграть нормально не дадут. Алло, мы ничего покупать не будем. И интернет нам тоже не нужен. Достали эти продавцы по подъездам ходить. О, чуть вода из-за них не выкипела. Я засыпал кашку, подождал 10 минут. Ммм, какая ароматная. Шучу, вообще ничем не пахнет. Но с малинкой повкуснее будет. Только я зачерпнул кашки и понес ее в рот, как в дверь позвонили. Да чтоб тебя! Нигде от этих продавцов не спрятаться! Кто их пустил? Офигеть! Вот это попадалово! Передо мной стоял Виктор Петрович, наш учитель физики. Класснуха заболела, и он замещал ее. Вупнов, ты офигел? Сначала ты трубки не берешь, а потом в домофон меня продавцом называешь. Эээ, Виктор Петрович, но я... Ты что дома делаешь? Почему в школу не ходишь? Где твоя мать? Ну, она на дачу уехала. Понятно. И смотреть за тобой некому. В общем, чтобы завтра утром был в школе. А то в армию меня пойдешь. Учитель вышел из дома. Эх, а так все хорошо было. Целыми днями играл. По полторы тысячи кубков в день набивал. Уже почти 15 тысяч было. На следующий день я неторопливо шел из школы. Виктор Петрович молодец, конечно. Сказал, чтобы я в школу приходил. А о том, что сегодня контрольное по математике, не сказал. А я и так неделю назад по ней две двойки получил. Пришлось с урока сбежать. Ничего. Потом подготовлюсь и напишу контрошу. Думая об этом, недалеко я заметил бомжа Игоря. Он сидел на лавке и во что-то играл на телефоне. Я подошел ближе и спросил. Здорово, дядь бомж. Сколько уже кубков? Че так пугаешь-то? Чуть сердце не выскочило. Да вы что? Я специально на носочках подошел, чтобы вас от важного сражения не отвлекать. Дайте посмотреть. Я попытался развернуть телефон Игоря. Ко мне тут же подлетела Зинка. Слышь, а ну к лишней своей убрал. К Игорьку нельзя подходить ближе, чем на метро. Он звезда. О, твердин, вы вернулись. А то дядь Игорь грустный такой без вас был. Это правда, дорогой? Ой, на кого ты слушаешь, Зин? Мне когда грустить-то? Я это, сидел, кубки набивал. Значит, ты не скучал по мне? Зинка обиделась и стала уходить. Бомж вскочил и побежал за ней. Хе-хе-хе-хе. Будет знать, как смеяться надо мной. А то и что-то мне нашелся. Звезда помойки. Я поднялся по лестнице. Зашел в дом. Разулся. Ну, в школу сходил, совесть чиста, теперь поиграть можно. Хотя, отчего я буду дома тухнуть? Пойду на свежем воздухе порублюсь. И прогуляюсь, и кубков поднабью одновременно. Я оделся, обулся, взял телефон, вышел из дома. Во, идеальная лавка для хорошей игры. Здесь и не шумно, и места красивые. Я играл час. Два часа. Три часа. В самый разгар сражения меня окликнул знакомый голос. Бубнов, ты почему с математики сегодня ушел? Да чтоб тебя. Чего он тут делает? Как он меня спалил? Следит за мной что ли? Эээ, Виктор Петрович, живот очень сильно прихватило. Вообще за партой сидеть не мог. Да? Так сильно прихватило? Здесь сидишь, играешь три часа без перерыва. Откуда вы знаете? Да я здесь живу в 20 метрах. Вот дом стоит. А ну марш домой. Я встал с лавки, пошел к своему подъезду. Спорить с физиком себе дороже. Мало того, что он здоровый, так еще и маме позвонить может. Эх, даже думать не хочу, что она сделает, если о моих успехах в учебе узнает. Хм, странно. Такое ощущение, как будто моя обувь как-то по-другому стоит. Может показалось просто. Вот физик на самом интересном месте меня прервал. Так, кого бы выбрать? Тихо, возьму. У меня стресс. Бомбами всех закидаю. За два часа только три раза не на первом месте был. Вот я красавец. Такими темпами я вообще лучшим бравлером в России стану. А может и в мире. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. В комнату зашла мама. В руках у нее был ремень. Сынок, я конечно понимаю, что ты неделю в школу не ходил. Двойки по математике получал. Контрольную прогулял. Ну когда мать уже три часа дома и ты меня даже не заметил, это уже перебор. А ну иди сюда. Эх, опять в школу. Как же она надоела. Выспаться не получается. Блин, сегодня же воскресенье. Опять забыл будильник выключить на выходные. Ох, ну тогда еще немножко поваляюсь. Не успел я закрыть глаза, как в комнату зашла мама. Сынок, подъем. Хватит спать. Опять всю ночь играл. Дождешься у меня, беру телефон. Ну мам, я же не просто так играю. Я хочу стать самым крутым бравлером. Это конечно хорошо, что ты стремишься везде быть первым. Но про учебу тоже не надо забывать. Покиньте мою территорию арены, миссис мама. Какой еще арена? Мы в квартире живем. Да, и с этого дня, назвай меня Калет. Как, как? Это вообще кто? Ой, мам, долго объяснять. Все равно ничего не поймешь. Деловая колбаса. Иди ешь, а то сил совсем не будет и телефон даже в руках не сможешь держать. Эх, как было бы классно прожить хотя бы один день из жизни моего героя. Эх, в игре все по-другому. Никаких забот людских. Кайф. Я достал телефон. Загрузил Бравл Старс. Мой любимый боец сейчас Калет. Она круто выглядит, сильно бьет и прыгает на всех. Эх, но по-настоящему я мечтаю о 8 бите. А для него еще почти 300 кубков. Я закрыл игру. Пошел на кухню. Сейчас надо подкрепиться, а потом собираться на соревнования. Я договорился с Машкой Большие Глаза. Она играет за Шелли. Мам, ты кроме каши чего-нибудь готовить умеешь? Я заботюсь о твоем желудке, чтобы он был здоровым. Заботится она. Достала уже каждый день одно и то же. Хорошо, хоть ты и ничего себе вчера оставил. Я достал хлеб, колбасу, разрезал булочку напополам. Вот это завтрак, я понимаю. Еще чайком запью и совсем круто будет. Через 2 минуты я уже сытый зашел к себе в комнату. Все, надеюсь она ко мне больше сегодня приставать не будет. И я спокойно поиграю. Я сел на диван, загрузил Бравл Старс. Во, все мои в сборе. И Машка Большие Глаза зашла, не обманула. Боец Шелли ей очень подходит. Она даже волосы покрасила в фиолетовый цвет, чтобы быть на нее похожей. Все делает для того, чтобы мне понравиться. Через 10 минут игры зазвонил телефон. Хм, Машка. Что ей надо-то? Играем же вместе, сидим. Да, Маш. Денис, а ты почему за море-то играешь? Ты же говорил, что у тебя сегодня 8 бит будет. А, да я это, Маш, немножко кубков добить не успел. Там буквально пару боев выиграть. Вот иди и добивай кубки. А я пока в салон красоты схожу. Через 3 часа будем играть. Да ладно тебе, Маш. Я из-за колет нормально тащу. В общем, слушай меня. Если через 3 часа не будет 8 бит, больше я с тобой вообще общаться не буду. Ну, Маш, я... Пипец, ну вот зачем, опять мне врать было. До 8 бита мне не пару боев осталось, а все 50. Хотя, если буду всегда побеждать, то должен успеть. Я схватил телефон, начал бить кубки. Я проиграл в днёмся столкновение, парное столкновение. Только загрузил захват кристаллов, как в комнату зашла мама. Сынок, не успел проснуться, уже играешь, сидишь. Давай сюда телефон. Мам, стой. Вот сейчас правда не вовремя. Мне срочно нужно добить 6 тысяч кубков. А мне нужно срочно, чтобы ты мусор выкинул и уроки на понедельник выучил. Подожди, я тебе все объясню. Я стал рассказывать маме про 6 тысяч кубков. 8 бита и мое обещание Машке большие глаза. Мама у меня добрая. По-любому поймет и вернет телефон. Даже не упрашивай. Пока все не сделаешь, телефон не получишь. Ну, пипец. Все, теперь я точно кубки добить не успею. Не видать мне больше Машки. Хм, куда это она собирается? Я стал наблюдать за мамой. Через минуту она обулась и вышла из дома. Интересно, а телефон она с собой забрала? Я быстро забежал к маме в комнату. Стал проверять все шкафы. Ни телефона, ни даже денег в страничке нет. Только браслет золотой лежит. Хотя, так конечно нельзя делать, но я все верну, обещаю. Я взял мусор, оделся, вышел на улицу. В голове у меня появился интересный план. Если кубки набить я уже не успею, то нужно просто вдонатить и купить 8 бита. О, здравствуйте, граждане бомжи. Че это ты сразу с оскорблением начал? Какие мы тебе бомжи? Мы обеспеченные и уважаемые люди. И это отлично. Раз вы уважаемые и обеспеченные, дайте мне, пожалуйста, денег в долг. Слышь, малой, ты че я слушаешь-то? Она ж баба, не понимает ничего. Нам бы сам кто дал? Откуда у нас деньги-то? Как ты сказал, баба? Ну ты че это, Зин, мусорик что ли? Ну и живи здесь в своей халупе, я к тебе ухожу. Слышь, Зин, ты что? Какая-то поздно? Ну что, ненормальная что ли? Дядь Игорь, вы куда? Постойте. Не видишь, малой, я занят. Поругаюсь из-за тебя. У меня есть золотая цепочка. Может, знаете, где здесь ломбард ближайший? А, ну идти надо это, по золоту у нас Сява. Спасибо, дядь Бомж, очень помогли. Да нет, пацан, 5% в отделке мои. Ишь ты какой хитрый, проценты ему. Ага, сейчас, держи карман шире. Так, где бы теперь найти Сяву? Телефона еще нет. Жаль, время посмотреть не могу. Часа два с половиной осталось, наверное. Я искал гопника 5 минут, 10 минут, 15 минут. О, вот это удача, стоит общается с кем-то. Я подошел ближе. Короче, я тебе сказал, пацан, еще раз тебя на районе увижу. Будешь абонемент к зубному покупать. Ты меня понял? Вали отсюда. Тебе что, пацан? Эээ, да у меня это, браслет вот золотой есть. Хочу его в ваш ломбард сдать. Срочно деньги нужны. О, так зачем сдавать? Есть более крутая тема. Гопник рассказал мне о карточном турнире, который по случайности как раз сегодня будет проходить. И главное, никаких рисков. И золотишко при себе останется, и бабла полны карманы, а? Хи-хи-хи. Я не очень верю Сяви, но выхода у меня все равно нет. Мы пришли на место проведения турнира. Стали играть. Гопник говорил, что будет играть со мной в связке. И вместе мы легко победим другого игрока. Да, сегодня мой день. Будете еще играть, зовите. Ха-ха-ха. Не, ну, всякое бывает, малой. Не повезло в игре, повезет в любви. Хи-хи. Я грустно и пошел в сторону дома. Да уж, ну и денек. Кубки не набил, телефон отняли. А теперь еще и браслет мамин проиграл. Что теперь будет, даже подумать страшно. Я поднялся по лестнице, зашел в дом. На пороге меня сразу встретила мама. Сынок, а ты давно из дома уходил? Да, минут 20 назад. Мусор выкинул и прогулялся немного. А что такое? К нам кто-то в дом лазил. У меня в комнате все шкафы перерыты. Ой, да ладно тебе, мам. Сама небольшое наковыряла и забыла. Не пропало же ничего. Ничего, кроме моего браслета. Все, я звоню в полицию. Мама стала набирать телефон. Останавливать ее нельзя, иначе сразу догадается. Я вернулся к себе в комнату. На столе лежал мой телефон. Видно, мама сжалилась надо мной и вернула, как пришла. Вот только что теперь будет, когда выяснится, что это я браслет стащил. Хотя, что я переживаю-то? Это узнать практически невозможно. Лучше более важным делом займусь. Еще два часа есть, может успею. Я начал активно набивать кубки. Проходить все квесты. Я играл один. Играл с друзьями. Старался ни на секунду не отрываться от телефона. Всего 200 кубков осталось. Такими темпами могу успеть. Я был так рад, что сегодня опять поиграю с Машкой, что даже забыл о всех плохих событиях сегодняшнего дня. Но неожиданно о них напомнили. Хм, это еще кто? Какое-то странное чувство тревоги у меня появляется. Я отложил телефон, стал наблюдать за происходящим. Через минуту в дом зашел полицейский. С ним был тот самый мужик, который сегодня выиграл у меня золото. Мое сердце забилось как бешеное. Гражданка Бубнова, это ваш браслет? Да, мой. А где вы его нашли? Его сегодня выиграл в карты. Вот это гражданин. В карты? А у кого? У кого выиграл-то? По описанию, человек очень похож на вашего сына. Вы нам ничего рассказать не хотите? Да этого не может быть. Это какая-то ошибка. Кажется, мне пора бежать. Сынок, сынок, подойди сюда. Не пойду. Может, они еще уйдут и все обойдется. Ну, не обошлось. В комнату зашла мама. Сынок, я тебя зовут, зовут, что не слышишь? Да, вот у этого я браслет выиграл. Сынок, а ты мне ничего не хочешь объяснить? Что было дальше, я думаю, вы и так понимаете. Скажу одно. Никогда больше я не буду обманывать маму. А тем более, брать вещи из дома. Это был понедельник, 16 ноября. Хороший солнечный день. Так сказала ведущая прогноза погоды. Ну, а у нас за окном снег выпал. Дома холодно, аж зубы сводит. Я посмотрел на время. Ничего себе, я рано проснулся. До школы полчаса еще. Пожалуй, пару каток в Бравл Старс идеально зайдут. Я удобно уселся на диван. Загрузил игру. Обожаю ее. Могу рубиться с утра и до ночи. Особенно за Биби. Он теперь мой любимый боец. Только вчера его открыл. Кстати, всего у меня уже 28 бойцов и 6666 кубков. Хе-хе. Я играл 5 минут. 10 минут. 15 минут. Даже не заметил, как в комнату вошла мама. Сынок, опять у тебя был как с утра пораньше телефон. Может, я уже в зависимости от игры, тебя пора лечить? Да не, мам, я здоров. Просто игра классная. Невозможно оторваться. Придется. А то утро у тебя начнется с ремня. Не начнется, мам. Я уже взрослый, мне нельзя ремня давать. Ой, кажется, шутка не зашла. Все, мам, выключаю и собираюсь в школу. Давай я за тобой дверь закрою, а то мне еще мусор выкинуть надо. Я проводил маму до двери. Уже в подъезде она сказала. Хитрый жук. Не могу на тебя долго злиться. Но чтобы сегодня без хороших оценок домой не возвращался. Так точно, мам. Я пошел в свою комнату. Достал дневник. Так, что у нас на понедельник? О, и физра есть, и труд. Точно чего-нибудь хорошее получу. Я мастер по изготовлению этих, как их, деревянных молотков. Во. Блин, время-то уже. Надо торопиться, пока физрук трезвый. Я быстро оделся. Взял рюкзак. Выбежал из дома. Холодно на улице, пипец стало. Жаль, каникулы закончились. Сейчас самое время в бравл играть, а не учиться по морозу бегать. Это мне еще повезло, что я живу близко. А все равно умудряюсь опаздывать. Ну, наконец-то этот ад закончился. Физрук сегодня совсем с катушек съехал. Заставил три километра кросс бежать. Но я-то, конечно, первый пробежал. Не зря я поллета в парке от собак носился. Думая об этом, около забора я увидел гопника. Он как-то странно на меня смотрел. Эй, малой, ну пойди сюда. Да, что такое? Есть мобилу, позвонить. Срочно надо. Если я скажу, что есть, может отняться. И как я тогда буду играть в свою любимую игру? Я не могу так рисковать. Что, завис? Мобилу давай? Нет, у меня нет. Дома забыл. Чё? А если найду? А ну-ка, уворачивай карманы. Э, да, да, сейчас. Кажется, нашел. Вот тебе, а не мобила. А ну, стой, дядь. Куда побежал? Догоню! Я летел так быстро, как только мог. Мобилу отдавать мне никак нельзя. Я еще 7 тысяч кубков не добил даже. Через минуту я остановился. Гопник был уже далеко. Вот лошара. Так быстро выдохся. Еще бандит называется. И как он наш район держит? Я пошел дальше по улице. Сейчас главное, чтобы тот гопник не узнал, где я живу. А то сегодня убежал, а завтра может и не повестись. Через минуту я уже подходил к своему дому. Недалеко от подъезда ходил человек в полицейской форме. Странно. Откуда здесь сотрудник? Может, случилось что? Ну, дочек, можем вас на минуточку? Да, конечно. А в чем дело? Вы совершенно здесь не видели вот этого человека? Э, да вроде нет. Не видел. А что он натворил? Да телефоны ворует. Просит позвонить и убегает. Да нет, не видел такого. Точно? А то он постоянно возле вашей школы ошивается. Ну, может, не в мое время был. Такого бы я точно запомнил, товарищ полицейский. Через минуту я уже поднимался по лестнице. Зашел в дом. Разулся. Офигеть, если бы Сява меня догнал, то угодил бы прямо в руки полицейского. Хорошо, что не дал ему позвонить. А то бы сейчас точно без телефона остался. Блин, мусор-то я не выкинул. А, ничего, подождет. Мама с работы все равно только вечером приходит. Сейчас у меня есть гораздо более срочное дело. Достал телефон. Загрузил Бравл Старкс. А то уже пипец, как долго играю. А даже 7 тысяч кубков нет. Надо исправлять. Я поиграл за Тика, за 8 бита, за новенького Тара. Очень нравятся его летящие три карты. У них крутая анимация и урон хороший. Ну и, конечно, прошел пару столкновений за непобедимого Биби. У него самый большой ДПС и крутой мыльный пузырь. При правильном подходе ему вообще равных нет. Стоп. Мне кажется, или открылась входная дверь. Я быстро отложил телефон, подкрался к стене. Ну, приехали. Мама, что ли, с работы вернулась пораньше? Дверь в комнате закрою, может, не заметит. А, блин, рюкзак же в коридоре и одежда. Сынок, ты уже дома? Я замер на месте, затаил дыхание. Буду молчать, может, прокатит. Ты что там закрылся? Открывай сейчас же и приготовь дневник. Я открыл дверь. В комнату сразу залетела злая мама. Мам, да я просто не слышал. Да, конечно, специально закрылся. И что ты там прячешь? Телефон, в который играл? Да чего мне бояться? Пятерку я получил, как ты и просила. Я так и знала, по физкультуре. В следующий раз предлагаю обговорить предмет. Мам, а ты чего так рано пришла-то? Отпросилась, не важно себя чувствую. Пойду прилягу. Фух, чуть не спалился. Кто же знал, что она так рано вернется? Так, на чем я здесь остановился? Кстати, мусор так и не выкинул. Мам, да я сам зашел пять минут назад. Без разговоров, иди и выкидывай. Я тебя и так по дому больше ничего не заставляю делать. Да уж, опять моя игра накрылась. Но делать нечего. Пойду на помойку. Я оделся, обулся, взял мусор, вышел в подъезд. Стилок, в магазин еще заскочить тебе как раз по пути. Офигеть по пути. Мусорка возле дома, а магазин через дорогу. Чего она там хоть понаписала? Да уж, как обычно. Я дошел до баков, выкинул мусор. О, Зинка опять ругается. Бедный дядя Игорь. И как он ее терпит столько времени? Ты меня не любишь! Ты ей больше времени уделяешь, чем мне! Да ты что, Зин? Она мне даром не нужна. Да конечно, все вы так говорите. Офигеть, неужели у дядя Игоря появилась другая женщина? Я решил вмешаться в разговор. Тетя, Зин, вообще-то вы сами виноваты. В чем это? В том, что дядя Игорь уходит от вас клинки. Что? Я так и знала, что ты с этой курицей общипанной общаешься. Это что, Зин? Я ее вообще терпеть не могу. Ты что, говоришь балабол? И ничего, я не балабол. Я вас с ней вчера видел у дальних баков. Ах ты скотина такая, что гуляешь уже с ней? Я ей это, просто Зин, помог дорогу перейти. Ее нами даром не нужна. Она же слепая. Да? А переписывайтесь тогда с кем? Ты зачем что ли, придурок? Я не переписывался. Я право в стаж сыграл. Ой, неудобно-то как вышло. Ладно, ребят, с вами конечно хорошо, но мне в магазин надо. Все, пока. А ну стой, гад. Я тебе покажу, как надо все на это ссорить. И так она меня каждому столбу ревнует. Стой, догоню. Ну и денек сегодня. Целый день бегаю. Такими темпами каким-нибудь чемпионом точно стану. Перед дядей Игорем, конечно, неудобно получилось. Но говорить ему об этом сейчас точно не время. У меня лицо не резиновое. Я добежал до магазина. Зашел внутрь. Так, что у нас по списку? Колбаска, сырок, булочки, огурчик. Хм, отличные бутербродики получаются. Я собрал продукты в пакет, вышел на улицу, стал осматриваться по сторонам. Сейчас главное бомжа не встретить и гопника Сиаву. Пипец, что-то у меня с каждым днем врагов все больше становится. С этим чего-то надо делать. Через пять минут я уже заходил в квартиру. Повезло, не встретил никого из моих новых друзей. Хе-хе. Мам, я дома. Разбирай продукты. Мам. Нет что ли ее? Обувь не стоит. Точно ушла куда-то. Блин, есть уже пипец охота. И мама еще ушла. Опять придется самому готовить. Хм, пора вспомнить, что я лучший повар в мире. Я нарезал булочки, разложил колбаску, сырок, поставил в микроволновку на 40 секунд. Ух ты, какие ароматные. Теперь сверху огурчики и лучшие в мире бутики готовы. О, мама как раз пришла. Сейчас ее вкусняшками порадую. Заходи, мам. У меня как раз... А вы тут что делаете? А ты думаешь, что? Тебя идиотой не найдут. А ну иди сюда. Стойте, граждане бомжи. У меня есть более крутое предложение для вас. Говори. Я вкуснейшие бутербродики наготовил. Будете кушать. Ты что думаешь, пацан? Нас едой купить? Ты не терпел. Стой, Игорь. Хватит кулакай махать. Пойдем, пошлем лучше. Пока бомжи начали спорить, я быстро побежал на кухню. Сейчас их накормлю, и Игорь успокоится. Бутики жалко, конечно, но я реально сам виноват. Я принес в свою комнату стул, бутерброды, сделал вкусный чай. Ну давайте, ребят, за наш мир и за вашу любовь. Ага, давай. Это что, малая чай, что ли? Игорь, не поздори меня теперь, чтобы наживаться. О-о-о, а это, кажется, мама. Не открывай, может уйдет? Ага, куда она уйдет? Она вообще-то здесь живет. Я подошел к двери, открыл. Мама, там это, понимаешь, такое дело? Сынок, а чем ты нас так воняет? Да не, тебе показалось. А ну-ка, дай пройду. Все, кажется, нам всем хана. А ну-ка, быстро свалили отсюда 25 секунд. Что смотришь, тебе это тоже касается. Мы с бомжами быстро побежали вниз по лестнице. Да уж, такой злой мамы я никогда не видел. Я сидел в парке на лавке и играл в свою любимую игру. В жизни больше на парные столкновения ходить не буду. Одни нубы вечно попадаются. В одиночных я почти всегда на первом месте. Вы спросите, что я делаю утром 1 января в парке? Сейчас расскажу. Утром я проснулся, встал с дивана, стал искать телефон. Сразу играть сяду, даже завтракать не буду. Мне нужно срочно добить 10 тысяч кубков. Но не успел я загрузить игру, как из соседней комнаты услышал так знакомые звуки. Не понял. Да не может быть. Я дошел до комнаты сестры. Она сидела на диване и внимательно смотрела в телефон. Офигеть, Ирин, ты что в Бравл играешь? Алло, сестра, ты меня слышишь? Ирин, распродажи туфель. Скидка 90%. Где? Ну наконец-то ты очнулась. Ты давно в Бравл рубишься? Да представляешь, пароль от аккаунта с 5 тысячами кубков потеряла. Теперь вот заново начинаю за Шелли. Ну Шелли нормальный боец. Сам раньше ее любил. Но Биби, конечно, круче. Он вообще самый топовый. Чего? Самый топовый это Эдгар. Он твоего Биби даже не почувствует. Мы с сестрой стали сильно спорить, кто лучший боец в Бравле. Уступать этой нубихе я никак не хотел. Вот верну свой аккаунт, я тебя за любого бойца потом раскатаю. Ой, все, Ирин, иди на кухню. Стол праздничный готовь. У тебя это лучше получается. Спорить она еще со мной будет. Да я лучший игрок на районе. Вот соберу скоро всех бойцов. Вообще лучшим в стране стану. А потом и в мире. Я достал телефон. Удобно устроился на кресле. Загрузил Бравл. Всего 500 кубков осталось. И у меня 10 тысяч. Там мегаящик открою. Может новый боец выпадет. Но не успел я расслабиться и даже пройти пару столкновений. Как в комнату забежала сестра. Вась, ты гад. Иди мусор вынеси и в магазин сходи. Ой, нет, не могу. Извини. Мне кубки бить надо. А ты ничего не забыл? Сегодня 31 декабря. Новый год уже вечером. Блин, да, точно. Новый год же еще. Как я мог забыть? Все, Ирина, отстань. Дай поиграть. Ирина злая выбежала из комнаты. Не, ну а что париться-то? Она сейчас все наготовит. И я как раз приду к новогоднему столу. А до этого у меня дела намного важнее есть. Я поиграл в одиночное столкновение за Биби. Парное столкновение за Нани. Захват кристаллов за Тика. Пипец, кушать уже охота. Я же не завтракал. Сразу играть сел. Я отложил телефон. Пошел на кухню. Интересно, чего там сестра к столу наготовила? Не понял. Мне кажется, или стол пустой? Я протер глаза. Нет, реально пустой. Я вернулся в комнату Ирины. Она как ни в чем не бывало сидела на диване и играла в Бравл Старс. Все с тобой понятно. Обиделась. Я молча зашел в комнату, взял со стола список и деньги, взял мусор, оделся, вышел на улицу. Ух, ничего себе здесь список. То-то я смотрю, куда она мне столько денег дала. За всем этим в маленький магазин идти не вариант. Надо в глобус ехать. Я убрал записку, выкинул мусор. Не понял. Из-за баков я услышал знакомые звуки. Ну точно. За помойкой сидел бомж и рубился на телефоне в Бравл. Здравствуйте, дядя Игорь. С наступающим вас. А чего это вы один, без инки? Да пошла она. Курица общипанная. Настала меня уже. Ого. А что случилось? Из-за чего поругались? Да ты прикинь. Она говорит, ее роза сильнее моего була. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну роза правда круче була, дядя Игорь. Чего? Ты что не делаешь-то, придурок? Да я твою розу с двух залпов в посетке размажу. Не размажете. У розы здоровья полно и броня стопроцентная есть. Слышь ты, а ну-ка вали отсюда. У нас здесь нубом и раком не рады. Ой, подумаешь. Нужна мне ваша помойка. А роза все равно круче. Хе-хе-хе-хе. Так, мусор выкинул, теперь в магазин. Стоп, мне кажется, Илья уже видел эту машину. Точно, это ее я угнал, когда был невидимым. Интересно, а кто за рулем? Я подошел ближе. Офигеть, ее владелец походу дядь Денис. Привет, пацан. Ты что так уставился-то? Как будто призрака увидел. Ааа, да нет, я просто это, ну это самое. Короче, мы стали общаться с Денисом. Я рассказал ему о сегодняшнем дне. Оказалось, что он тоже как раз сейчас едет в глобус. Вот это удача. Пока мы ехали в магазин, Денис рассказал, что он, как и я, играет в Бравл Старс. Прикиньте? Ого, вы тоже в теме. Офигеть. А кто, по вашему мнению, самый крутой боец? Слушай, ну так сразу трудно сказать. Они разные бойцы, лучше для разных миссий и для разных толкновений. Вот, наконец-то, адекватного человека встретил. А то одна за Эдгара топит, другой за Була. Разговаривая с Денисом, я даже не заметил, как оказался на парковке глобуса. Давай все покупай, встречаемся через 20 минут. Понял. Спасибо, дядь Денис. Я вышел из машины, пошел по парковке. Да уж, пипец здесь машин. Представляет, сколько там людей в магазине. Вот совсем я их не понимаю. Что, нельзя было заранее продукты к празднику купить? Зачем все в последний день делать? А, блин, я же тоже сейчас здесь. Я еще раз открыл список. Еще раз офигел. Начал ходить по магазину. Вот и какую рыбу выбрать? Тут их 10 сортов. Вот сестра. Нашла кого послать. Сама бы ходила. Так, теперь в молочный отдел. Ну, тут все проще. Интересно, а где здесь фрукты с овощами? В таком огромном гипермаркете их можно неделю искать. Я искал огурцы 2 минуты, 4 минуты, 6 минут. Ну, наконец-то. Фух, слава богу, вроде все. Можно и на кассу. Да уж, пипец их здесь. И везде полно народу. Ладно, здесь стану. Я собрал покупки в пакет, пошел на выход. Ох, пипец, они тяжелые. Круто, что дядя Дениса встретил. Как бы я их сам тащил. Спасибо большое, дядя Денис. Выручили. Кстати, а сколько у вас кубков? Денис исходительно посмотрел на меня и улыбнулся. Давай, пацан. Сейчас нужно о новом годе думать. Наиграться еще успеешь. Я забрал пакеты. Поднялся по лестнице. Зашел в дом. Ирин, я все купил. Разбирай мешки. Ирин, ну ты где есть-то? Странно. Здесь нет. На кухне нет. В моей комнате тоже пусто. Куда она ушла-то? До нового года всего несколько часов. Ну и вот, пришел я домой, а там никого нет. А кушать уже главное пипец охота. С утра во рту крошки не было. Вы спросите, что было дальше? Сейчас расскажу. Только нубов добью. Мой Биби всех разрывает. Да блин, что-то случайно проиграл. Короче, слушайте. Ну и ладно, без тебя справлюсь. Один Новый год встречу. Подумаешь, крутая какая. Знаем мы таких. Я стал готовить себе новогодний стол. Ну, вернее, состоял он у меня из двух стульев с кухни. Я разложил нарезочку. Фрукты. Поставил шампанское. Круто, но чего-то не хватает. Какого-то новогоднего настроения, что ли. Так, уже и забыл, как её собирать. Не настоящая, конечно, но тоже ничего. Зато иголки в попу не вопьются. Я собирал ёлку 5 минут. 10 минут. 15 минут. Красавица какая. Теперь её немного украсить и вообще кайф. Во, теперь настоящее новогоднее настроение. Я так увлёкся танцами, что даже не услышал, как в дом дошла Ирина. Бой, Денис, какой молодец. Уже всё приготовил. Не зря я уходила. Что? Так ты это всё специально придумала, чтобы я сам всё сделал. Возмущению моему просто не было предела. Но сестра одной фразы смогла погасить весь комплект. Ладно, брат, не сердись. Держи. Денис, поздравляю тебя с Новым Годом. Что? Офигеть. Это же та самая фирма. Лучшая одежда в моей жизни. Прям как у дяди Дениса. Ну, с наступающим нас. Я был так рад, что сходу выпил весь бокал детского шампанского. Ой, или оно не детское. Через какое-то время очнулся я уже на диване. Не понял. А зачем сестра ёлку убрала? И новогодний стол утащила. Я встал с дивана. Взял телефон. На часах было 8 утра 1 января. Я проспал Новый Год. Вот так я и оказался 1 января в парке на лавке. Ну и ничего. Зато наиграюсь вдоволь. Никто мне здесь точно не помешает. Молодой человек, а у вас что-то случилось? А, да нет, всё нормально. А что-то у вас такие зрачки расширенные. Вы что, пьяный что ли? А, нет, вы что, я не пью. Встаём, идём со мной. Куда? В тюрьму. Ну блин, да сколько можно? Опять эта дебильная школа. Достало. Смотреть на неё уже не могу. Ты здесь чего ещё стоишь, мешаешься? Ладно, кофейку попью, может настроение появится. Я дошёл до кухни, открыл шкаф. Не понял, меня глючит или кофе? Нет. Вчера вроде только две банки с лишним было. А сейчас одна, и то пустая. Ой, как здорово попить кофе утром. Ирина, ты что, весь кофе выпила? Вставать надо раньше. Блин, не сестра, а водохлёб какой-то. Постой, а как ты могла его выпить? Ещё же две полные банки было. Внимательный какой. Да, я убрала кофе с кухни, потому что ты его стал слишком много пить. В смысле? А чем я завтракать буду? Чай пей. И вон кашу тебе сделала. Кашу сделала. Сама её ешь. Чайку хлебну и пойду. Сколько там? Ого, да ещё целых 10 минут есть. Так, кого бы выбрать? У меня уже целых 33 бойца и больше 10 тысяч кубков. Ладно, возьму Поко. Он в любой команде пригодится. Я поиграл один захват кристаллов, второй, третий. Но я же говорю, Поко крутой. Здоровье-то всем нужно. Вдруг в самый неожиданный момент мне пришлось прервать игру. Слышишь ты, крутой? Ты время видел? А ну быстро в школу. Блин, точно. Пипец. Вроде только сел за Бравл, а уже 20 минут прошло. Опять в школу опоздаю. Эх, вот если бы учителя ставили оценки не за успеваемость, а за успехи в игре. Молодец, Бубнов. Сегодня 4 пятерки получил. Держи. Одиночное столкновение 5. Парное столкновение 5. Захват кристаллов 2 пятерки. Блин, за осаду четверка. Надо подтягивать. Да, вот круто было бы. А еще кубки были бы, как реальные деньги. Брат, у тебя за сегодня 300 кубков. Это по курсу 3000 долларов. Вот, держи. Я забрал деньги, пересчитал. Да уж, всего 3000. Вчера больше заработал. Ну ничего, на карманные расходы хватит. Вот, еще пачку евро возьму и пойду погуляю. Я оделся. Вышел во двор. У подъезда, как всегда, стояла моя машина с личным водителем. Куда едем, сэр? Давай сначала в самый дорогой магазин за одеждой, а потом в ресторан покушать заедем. Понял, присаживайтесь. На вот, держи 300 баксов. На чай тебе, думаю, хватит. О, смотри, Петрух. Самый богатый человек нашего города поехал. У него 10 тысяч кубков в Бравле. Да иди ты. Да точно тебе говорю. Говорят, он даже сервеладом завтракает. С икрой кабачковой. Да уж, мечты-мечты. А в реальной жизни опять от училки получать за опоздание. Эх, ну ладно, пойду. После уроков я довольный шел домой, по привычке занимаясь любимым делом. Ну а что, класснуха заболела, и ее пришел подменять Нестор Петрович. А он вообще мировой мужик. Два урока нам анекдоты травил. Ну правда, потом двойку по физике получил, но одна двойка за день это норма. Считаю, удачный день. Хе-хе. Думая об этом, я увидел, как недалеко остановилась машина. Этот джип был точь-в-точь, как у дяди Дениса. Но вышли из него какие-то не очень порядочные люди. Интересно, откуда у них такая тачка? О, пацан, здорово. Как же туха-ботовуха. Привет, товарищи гопники. Откуда у вас такая машина крутая? Да это мы с кентухой на Бравл Старс поднялись. Чего? Как можно на игре столько денег заработать? Ты темнота, что ли, пацан? Ладно, босой, давай ему что-то расскажем. Хе-хе. Гопники стали рассказывать о каком-то чемпионате по Бравл Старс. Типа там каждую неделю разыгрывается по 2 миллиона рублей. Ой, хватит, ребят. Вы думаете, я поверю в эту чушь? Че? Какой это чушь? Ты че, порядочным пацанам и слова, что ли, не веришь? Смотри, сколько кубков. Это еще кто? Мишка? Что ему надо-то? Алло. Дэн, я тебя в школе забыл спросить. А ты на чемпионат по Бравл Старс зарегистрировался? Чего? Какой чемпионат, Миш? Это что, все правда, что ли? Конечно, правда. У тебя сколько кубков? Чуть больше 10 тысяч. А что? Это плохо. Там регистрация с 11, а заканчивается она сегодня в 7 вечера. Офигеть. Выходит, гопники правда заработали на джип на Бравле. Ну че, убедился? Ладно, давай, мы погнали. Я молча стоял и смотрел, как гопники уезжают на дорогой машине. Все мои мысли были о том, как набить до 7 вечера 11 тысяч кубков. Да что же я стою? Прямо сейчас играть буду. Или нет, лучше домой. Да блин, телефон еще сел как назло. Я быстро побежал в сторону дома. Поднялся по лестнице. Забежал в квартиру. Скинул куртку. Розетка, розеточка моя хорошая. А, да вот же она. Отлично. А где шнур? Пипец, да чего за день-то? Теперь зарядки нет. Неожиданно из соседней комнаты я услышал знакомые звуки. Не понял, мне кажется или это... Ну точно. На диване сидела Ирина и рубилась в Бравл. Сестра, а ты ничего не перепутала? Ну это уже ни в какие ворота. Я быстро выдернул свою зарядку из розетки и забрал шнур. Глаза Ирины стали больше обычного. Ничего, переживешь. Твоей шелли второго уровня и так нормально. А меня ждут более серьезные вещи. Я удобно устроился возле зарядки. Начал играть. До 7 вечера всего 5 часов остается. Вряд ли успею, но попробовать я обязан. Я выбрал ниту. Поиграл в одиночное столкновение. Парное столкновение. Захват кристаллов. Ну а саду делать точно не буду. На ней дольше кубки набивать. Я был настолько сосредоточен на игре, что совсем не замечал ничего вокруг. Мне даже стало казаться, что я смогу успеть набить 11 тысяч. Если бы не одно но. Большое, длинноволосое но. А ну как быстро отдал мне телефон и сел за уроки. Ага. Да, сейчас Ирин. Еще 5 минут. А лучше вообще. Давай уроки на вечер перенесем. Часов на полвосьмого. И тут сестра сделала то, чего я никак от нее не ожидал. Ах так? Тогда я прямо сейчас звоню твоей матери. Пусть приезжает и делает с тобой что хочет. Я был в шоке от такой наглости. Мы стали сильно ругаться с сестрой. Звонить маме это последнее дело. Тем более по таким пустякам. Я очень разозлился и даже решил уйти из дома. Одна здесь будешь жить. И заодно объяснишь матери, куда я делся. Я быстро оделся, обулся, стал выходить из дома. Подумаешь, правильная какая. Я со стукачкой жить не буду. А кубки можно и на улице побить. Ничего страшного. Размышляя об этом, я вышел из подъезда. Запопнул дверь. Блин, идиот! Зарядку-то я не взял. Как я кубки бить буду? Телефон-то скоро сядет. Хотя куда я ее воткнул бы на улице? Здесь вряд ли розетки на каждом шагу стоят. Эх, ладно. Буду играть, пока не сядет телефон. А там будь что будет, может поможет кто. Молодой человек. А? Да, что такое? А это у вас айфон 12 про? Ну да, последняя модель. Цвет синий графит. На заказ брать... Аааа, где я? Что случилось? Блин, пипец, голова раскалывается. Меня что, вырубили? Последнее, что я помню. Как со мной разговаривал какой-то человек. Точно, походу он меня и выключил. Поиграл, блин, в Бравл. Набил кубки. Вот где-где, а в багажнике со связанными руками. Я сегодня точно оказаться не планировал. Думая об этом, я заметил каких-то людей на улице. Они шли к багажнику. Ну, пипец, все, походу я попал. Во, еще одного взяли. Вытаскивай его. Что? Что вы делаете? Отпустите меня. Развешите руки. Зачем я вам нужен? Это какая-то ошибка. Военный вытащил меня из багажника. Посадил на стул. Другой человек в полицейской форме начал разговор. Все, что с тобой здесь произойдет, ты не запомнишь. Кроме этого. Полицейский достал из кармана какой-то сверток. Положил его мне. Но почему не запомню? Что в этом пакете? Почему вы меня связали? Считай, мы администрация твоей любимой игры. И ты выиграл деньги. Эй, пацан, ты что валяешься-то? Вставай давай. На улице же это не лето. Кокушкой отморозишь. Что со мной? Чего я здесь лежал-то? Это вы меня ударили? Чего? Я точно не бил. Ты не бил, Петрух? Не, я в последний раз в школе дрался. А, это какая-то девка отмытузила. Не, это в другой раз был. Ну что ты гонишь? Ты туда еще обоссался. Ладно, товарищи бомжи. Ваши истории, конечно, очень интересные. Но мне пора. И так голова болит. Еще этих дураков слушай. Не понял. Что, серьезно что ли? Сестра по-прежнему сидела в комнате и играла в Бравл Старс. Но на этот раз она сразу меня заметила. Ой, вернулся. Ты же бомжевать ушел. А как там твой чемпионат по Бравлу? Чего? Бомжевать? Какой чемпионат? Ничего не помню. Ирина, я это... Пойду прилягу. Я стал вспоминать свой сегодняшний день. Всплывал он лишь некоторыми кусками. А ты на чемпионат по Бравлу Старс зарегистрировался? Офигеть, точно. Сегодня же чемпионат по Бравлу и уже почти 7 вечера. Да уж, такую возможность потерял. Не понял. А это что такое? Я развернул сверток. Чего? Это что, все деньги? Иностранные какие-то. Походу евро. Сколько их здесь? Даже представить боюсь, сколько это в рублях. Кого там еще принесло? Нужно спрятать деньги. Я закинул сверток в безопасное место. Аккуратно стал наблюдать. Пипец, полицейский. Что ему нужно? Ваш брат был обнаружен в группе людей, которые находятся в международном розыске. Как? Этого не может быть. Вот постановление. Я все осмотрю здесь. Неужели он знает, откуда у меня деньги? Сотрудник начал осматривать все вокруг. Он открывал каждый шкаф, каждый ящик. Пипец, такими темпами он найдет деньги. Сяду на диван. Может, тогда он не будет его обыскивать. Полицейский проверил гардероб, шкафы и повернулся ко мне. Гражданин, встаньте с дивана. Да не, я посижу. Здесь удобно так, хорошо. Вставайте, я сказал. Сотрудник силой поднял меня с дивана, стал его осматривать. Ну все, кажется мне пипец. О, а это что такое? Откуда у вас такая огромная сумма иностранной валюты? Не подскажете? О-о-о-о